ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ Стратегическая военная операция вооруженных сил СССР против нацистской Германии и Румынии во время Великой Отечественной войны с целью разгрома крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей Балканское направление, освобождение Молдавии и вывода Румынии из войны, является одной из самых удачных советских операций во время Великой Отечественной войны. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ Политическая обстановка в Румынии к этому времени была сложная. 4 августа 1944 года произошла встреча румынского лидера Иоанна Антонеску с Дитлером. На этой встрече Дитлер заверил румынского союзника, что Вермахт будет защищать Румынию так же, как и Германию. Но в свою очередь он потребовал от Антонеску заверения в том, что как бы ни сложились обстоятельства, Румыния останется союзницей Рейха и возьмет на себя содержание немецких войск, действовавших на румынской территории. Однако в самой Румынии все больше росло недовольство режимом Антонеску. Советское командование исходило из того, что румынские войска, в основном расположенные на флангах, менее боеспособны, чем немецкие. Поэтому было принято решение нанести мощные удары по флангам на двух далеко отстоящих друг от друга участках. Второй у крайности фронт наносил удар с северо-западней Яс. Третий у крайности фронт южнее Бендер. При этом необходимо было убедить противника, что основной удар предполагается нанести на тактически более выгодном Кишиневском направлении. Для этой цели были разработаны и осуществлены специальные меры оперативной мастеровки. Развивая наступление по сходящимся направлениям, фронты должны были окружить и уничтожить основные силы группы армий Южная Украина, а затем быстро продвигаться вглубь Румынии. Черноморскому флоту предстояло оказывать огневую поддержку Приморскому флангу 3-го украинского фронта, нарушать прибрежные морские коммуникации Германии и Румынии, уничтожать корабли противника и наносить массированные авиационные удары по военно-морским базам Констанца и Сулин. Яско-Тишиневская операция началась рано утром 20 августа 1944 года с мощного артиллерийского наступления, первая часть которого заключалась в подавлении вражеской обороны перед атакой пехоты и танков, а вторая в артиллерийском сопровождении атаки. В 7 часов 40 минут советские войска перешли в наступление с Тисканского плацдарма и из района Западний Яз. Артиллерийский удар был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны была полностью уничтожена. Наступление было подкреплено ударами штурмовой авиации по наиболее сильным опорным пунктам и огневым позициям артиллерии противника. Ударные группировки 2-го Украинского фронта прорвали главную, а 27-я армия к середине дня и вторую полосы обороны. В полосе наступления 27-й армии в прорыв была введена 6-я танковая армия. И в рядах немецко-румынских войск, как признал командующий группой армии Южной Украины генерал Ганс Фристнер, начался невероятный хаос. Немецкое командование, пытаясь остановить продвижение советских войск в районе Яз, бросило в контратаки 3 пехотные и 1 танковую дивизии. Но это не изменило положение. На второй день наступления ударная группировка 2-го Украинского фронта вела упорную борьбу за третью полосу на хребте Мары, а 7-я гвардейская армия и конно-механизированная группа за тыргу Фрумос. К исходу 21-го августа войска фронта расширили прорыв до 65 км по фронту и до 40 км в глубину, и преодолев все три оборонительные полосы, овладели городами Ясы и тыргу Фрумос, тем самым взяв два мощных укрепленных района за минимальный срок. Третий у крайности фронт успешно продвигался на южном участке, на стыке 6-й немецкой и 3-й румынской армии. 21 августа Ставка Верховного Главного Командования издала директиву, согласно которой было необходимо объединенными усилиями двух фронтов быстрее замкнуть кольцо окружения противника в районе Хуши, после чего сужать это кольцо с целью уничтожения или пленения тишиневской группировки противника. К исходу второго дня операции войска 3-го украинского фронта изолировали 6-ю немецкую армию от 3-й румынской, замкнув кольцо окружения 6-й немецкой армии у села Левушины. Ее командующий бежал, бросив войска. Активно фронтам помогала авиация. За два дня советские летчики совершили около 6 350 вылетов. Авиация Черноморского флота наносила удары по румынским и немецким кораблям и базам в Констанце и Сулине. Немецкие и румынские войска понесли большие потери в живой силе и боевой технике, особенно на главной полосе обороны, и начали поспешно отступать. За первые два дня операции были полностью разгромлены 7 румынских и 2 немецких дивизий. Командующий группой армии Южной Украины Фриснер, подробно проанализировав обстановку после первого дня наступления советских войск, понял, что сражение складывается не в пользу группы армий и принял решение отвезти войска группы армий за пруд. И несмотря на отсутствие приказа, Гитлера довел свой приказ до войск 21 августа. На следующий день, 22 августа, дал разрешение на отвод войск группы армий и генеральный штаб, но было уже поздно. К тому времени ударные группировки советских фронтов уже перехватили основные пути отхода на запад. Немецкое командование проглядело возможность окружения своих войск в районе Тишинева. В ночь на 22 августа моряки Дунайской военной флотилии совместно с десантной группой 46-й армии успешно форсировали 11-километровый Днепровский лиман, освободили город Атерман и начали развивать наступления в юго-западном направлении. 23 августа советские фронты вели бои с целью замкнуть кольцо окружения и продолжать продвижение на внешнем фронте. 18-й танковый корпус в тот же день вышел в район Куши, 7-й механизированный корпус к переправам через пруд в районе Левшин, а 4-й гвардейский механизированный корпус к Лево. 46-я армия 3-го украинского фронта оттеснила войска 3-й румынской армии к Черному морю, и она 24 августа прекратила сопротивление. В этот же день корабли Дунайской военной флотилии высадили десант Жебрияны Белкова. Также 24 августа 5-я ударная армия под командованием генерала Берзарина заняла Тишинев. 24 августа был завершен первый этап стратегической операции двух фронтов – прорыв обороны и окружения Яско-Тишиневской группировки немецко-румынских войск. К исходу дня советские войска продвинулись на 130-140 км. В окружении оказалось 18 дивизий. 24-26 августа Красная армия вошла в Лево, Кагул, Котовск. К 26 августа вся территория Молдавии была занята советскими войсками. В боях за освобождение Молдавии звание Героя Советского Союза было присвоено более чем 140 бойцам и командирам. Шестеро советских воинов стали полными кавалерами Ордена Славы. Яско-Тишиневская операция оказала большое влияние на дальнейший ход войны на Балканах. В ходе нее были разгромлены основные силы группы армий Южная Украина. Выведены из войны Румыния. Были освобождены Молдавская ССР и Измаильская область Украинской ССР. Хотя к концу августа большая часть Румынии все еще находилась в руках немцев и пронацистских румынских сил. Они уже не смогли организовать на территории страны мощных оборонительных рубежей. Яско-Тишиневская операция вошла в историю военного искусства как Яско-Тишиневские канны. Она характеризовалась искусным выбором направлений главных ударов фронтов, высоким темпом наступления, быстрым окружением и ликвидацией крупной группировки противника, тесным взаимодействием всех видов войск. По результатам операции 126 соединений частей удостоены почетных наименований Тишиневских, Ярских, Измаильских и других. В ходе операции советские войска потеряли 12,5 тысяч человек, тогда как немецкие и румынские войска лишились 18 дивизий. 208 600 немецких и румынских солдат и офицеров попали в плен. Памятная дата военной истории Отечества 24 августа. Освобождение Кишинева. В этот день в 1944 году был освобожден Кишинев, столица Молдавии. Яско-Кишиневская операция началась 20 августа. Ее целью было окружить и разгромить немецко-румынскую группировку, прикрывавшую балканское направление. Нашим войскам удалось продвинуться на 140 километров и ликвидировать 18 дивизий противника. Субтитры создавал DimaTorzok